Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Антиковидные послабления. В Самарской области отменяют ряд ограничений для школьников, которые вели из-за пандемии коронавируса. Приведут в порядок скверы, парки, набережную и дворы. Апрель – месяц благоустройства в Самаре. Глава города Элина Лапушкина обсудила с депутатами подготовку к субботникам. Пеларгонии, Бегонии и Тюльпаны уже готовы к высадке на главных туристических маршрутах Самары. Город готовится к весеннему озеленению. Главная премия региона в области культуры и искусства. В столице губернии наградили лауреатов Самарской театральной музы. Воплощает сны в реальность. Самарский мастер Михаил Федоров разбирается во всех породах дерева и создает сказочную атмосферу своими руками. В Самарскую область прибыл очередной поезд с вынужденными приселенцами из Донбасса. На перроне в Тольятти их встречал губернатор Дмитрий Азаров, руководители ответственных ведомств, сотрудники социальных служб, врачи и волонтеры. Подробности в нашем сюжете. В Самарскую область на железнодорожный вокзал в Тольятти прибыл второй спецпоезд. В регион приехали 322 вынужденных переселенцев, в том числе 74 ребенка. Их встретил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Постараемся позаботиться о вас вместе с земляками, чтобы почувствовали себя защищенными, комфортно. Надеюсь, оцените наше гостеприимство и доброжелательность. Региональный оперштаб заранее отработал все вопросы организации встречи и размещения людей во временных пунктах. Были сформированы списки приезжающих, что позволило подготовиться к приему с учетом возраста, состояния здоровья, особых потребностей людей. На ЖД вокзале помогали волонтеры. Мы не могли остаться в стороне, хотели помочь людям, хоть какое-то участие принять в их, ну скажем, сложной жизненной ситуации. Большая часть приехавших переселенцев будет размещена в оздоровительном лагере «Космос-2» в Красноярском районе. Порядка 120 человек в санатории «Алые паруса» в Ставропольском районе. В пунктах временного размещения организовано полноценное горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение. Понятно, что люди обеспокоены тем, что вынуждены были покинуть свои дома. Мы постараемся сделать так, чтобы они почувствовали здесь себя комфортно, почувствовали себя здесь защищенными. Подготовлены все условия, естественно, питание. Сегодня люди разместятся, отдохнут. И уже я уверен, что со следующей недели будем подробно обсуждать, какие есть потребности. Многие люди хотят поехать в другие регионы к своим родным, близким людям и такую возможность предоставим. После отдыха переселенцы начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб. Пройдут медицинское обследование, ПЦР-тестирование. Переселенцы смогут оформить и получить единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей. А также будут обеспечены сотовой связью для общения с близкими. Наша задача в том, чтобы их обогреть, накормить, помочь трудоустроить взрослых людей, которые хотят работать. Мы уже подготовили такие предложения. Дети, безусловно, пойдут в школы и в детские сады. Для помощи всем прибывающим из Донбасса в Самарскую область, в том числе самостоятельно, работает горячая линия Министерства социально-демографической и семейной политики региона. 8 800 100 56 61. Михаил Ермоленко, Анастасия Иванова. События. В Самарской области отменили ряд антиковидных ограничений для школьников и назначили единый день вакцинации. Решение приняли на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его провел председатель регионального правительства Виктор Кудряшов. Как теперь будет организован учебный процесс в школах и где можно сделать прививку от COVID-19, расскажем в нашем сюжете. В Самарской области ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Несмотря на общее снижение числа заражений, большое количество заболевших фиксируют среди взрослого населения старше 50 лет и среди малышей до года. По данным областного Минздрава, в регионе на амбулаторном лечении находятся 4127 жителей региона с подтвержденным коронавирусом, что на 36% меньше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано более полутора тысяч человек. Расход кислорода составляет 19 тонн в неделю. В настоящее время развернуто более 1900 инфекционных коек в 29 больницах. Мы сократили количество красных зон, практически довели их до штатных фильтрбоксов в настоящий момент и возобновили работу амбулаторно-политенического звена по плановой работе. В регионе имеются достаточные запасы всех групп лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Планируемые объемы поставок также создают уверенный запас по отдельным позициям более чем до полугода. У РВИ заболели 12 908 жителей, вне больничной пневмонии 476. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но по сравнению с прошлой неделей, по вне больничной пневмонии впервые за пять последних недель отмечен рост на 5,8%. Специалисты связывают это с тем, что часть заболевших затягивают обращение ко врачу, чем усугубляют течение болезни. Все равно порядка 500 человек у нас еженедельно попадают в больницы с поражением легких. И это представляет серьезную угрозу их здоровью. И, к сожалению, у нас впервые на этой неделе действительно тенденция изменилась. И у нас прирост, по сравнению с прошлой неделей, людей с пневмонией. У нас остались практически одно ограничение. Это масочный режим. Многие сейчас этим пренебрегают. Поэтому я попрошу муниципалитета все равно продолжить рейды. Тем временем Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал смягчить коронавирусные ограничения для школьников. Речь идет об отмене закрепления за каждым классом отдельного учебного помещения. Отменено требование о разработке расписания с разным временем начала уроков и перемен. В местах проведения экзаменов отменяется соблюдение социальной дистанции в полтора метра и зигзагообразной рассадки учеников. Рекомендовано отменить обязательное предъявление медицинской справки для детей, которые были в контакте с ковид-пациентами. Разрешается стопроцентное заполнение детских лагерей. Остается необходимость вакцинироваться. В регионе выполнено 84% от плана, привито 54% населения. 42% привито повторно. Должен сказать, что снятие ограничений, связанных с деньгами QR-кодов, конечно, снижает интерес к вакцинации. И, соответственно, остается только мотивация и разъяснение как основные инструменты для повышения и достижения необходимого целевого показателя. В следующий понедельник, 4 апреля, в регионе решено провести единый день вакцинации от COVID-19. В Самаре можно будет привиться с 9 утра до 20 часов на базе областной научной библиотеки. Также запланированы дополнительные пункты в других муниципалитетах с выездом мобильных бригад. По заявкам на дому смогут привиться граждане старше 60 лет. Напомним, что на территории области открыты 200 прививочных пунктов. Некоторые из круглосуточных перевели на 16-часовой режим работы. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре начался традиционный месячник по благоустройству. Чистоту и красоту после зимы наведут на территории общей площадью 46,5 млн кв. метров. Это и дворы, и парки, скверы, бульвары и проезжие части с тротуарами и газонами. 6, 13, 20 и 27 апреля в городе пройдут средники, а 9, 16 и 23 числа – субботники. О том, насколько город готов к месячнику, говорили на заседании Думы городского округа Самара с участием главы города Елены Лапушкиной. Подробности далее. 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству. В городе пройдет 4 средника и 3 субботника. В них примут участие не только городские коммунальные службы, но и работники предприятий Самары – студенты вузов и СУЗов, управляющие компанией и ТСЖ. Весь необходимый для уборки инвентарь готов. Для приведения города в порядок после зимы будет привлечена дополнительная техника. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. И, конечно, виды работы будут зависеть в том числе от погоды. Мы понимаем, что первая неделя – это в основном выращение снега, потом это подбор вытывшего мусора, подметание, помывка улиц, восстановление малых архитектурных форм, восстановление вскрытия аварийных во время зимнего периода, озеленение, восстановление наших ограждений, которые пострадали у нас зимой, это очистка наших столбов, опора освещения, опора ТТУ, посадка новых деревьев, посадка цветов и многое-многое другое. Без внимания не останется ни одна улица, ни один двор. Также приведут в порядок скверы, парки, набережную, уборка речных берегов под особым контролем. Важно провести сбор мусора до наступления паводка, чтобы он не попал в воду. К большому сожалению, сегодня в Волгу довели такое состояние, что у нас программа по спасению. И здесь мы проводим мероприятия высокотехнологичные, высокозатратные. Это и по очистке той воды, которую мы забираем, в дальнейшем она идет пить, как питьевая. То есть снижение хлорирования, попадание хлора, дальше вопрос ионизации и многого другого. И самое главное, мы достигли высоких технологий по очистке. То есть по большому счету, если брать ту воду, которую мы берем с Волги, и ту, которая от нас выходит, она в разы становится чище. Вдоль Волги расположены 11 регионов, 3 республики. Важно провести расчистку берегов одновременно, совместными усилиями. Для этого самарские депутаты координируют действия с коллегами из других регионов. Особое внимание во время уборки города – традиционное место проведения Парада Победы 9 мая. А также фестивали «Российская студенческая весна», который в этом году пройдет в Самаре. В этом месте очистить город от последствий зимы помогут молодые парламентарии. В целом все эти мероприятия приводят город, наш шикарный город, в еще более эстетический вид. А в этом году у нас еще и такое крупное мероприятие, как «Всероссийская студенческая весна», «Юбилейная студенческая весна», когда к нам приедет множество гостей. Мы хотим, чтобы город к этому был, конечно же, готов. Сейчас идет переоборудование городской уборочной техники с зимнего содержания на летнее. Смотр пройдет 21 апреля. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В этом году парки, скверы, бульвары и улицы города украсят полтора миллиона цветов. В Самаре продолжается реализация муниципальной программы «Цветущий город». Общая площадь цветников, которую планируют засадить, превысит 38 тысяч квадратных метров. Цветы для этого в теплицах одного из муниципальных предприятий начали выращивать с начала зимы. О том, как преобразится город уже в следующем месяце, расскажет Михаил Ермоленко. Выращивать такое количество цветов – долгий и кропотливый процесс, рассказывает агроном Ирина Филимонова. Для нее это не просто растения. Женщина ласково называет их своими детьми. Все начинается с посадки семечка еще в декабре. После всхода за каждым растением ухаживают, обязательно делают пикировку, подкармливают и поливают. Вся эта масштабная работа для того, чтобы город по-настоящему расцвел и заиграл новыми, яркими после зимы красками. У нас растут пеларгонии, геронизональные, бегонии. В этом году бегонии будет где-то около 42 тысяч посажено в городе. Она хорошо держит фигуру, когда делают клумбы. Красная, белая, розовая и темнолистная. Но она выносит городские условия, поэтому ее решили больше сажать. Миллионы не только алых роз, но и петуний. Уже к концу апреля эти красавицы украсят парки и скверы Самары. А к 15 мая город полностью превратится в цветущий сад. Счет действительно идет на миллионы. В рамках муниципальной программы «Цветущий город» высадят миллион четыреста тысяч цветов разных видов и сортов. И это только однолетники. К ним добавят 20 тысяч многолетних растений. Совсем скоро первыми на площади свыше двух тысяч квадратных метров должны зацвести тюльпаны, которые высаживали в Самаре в прошлом году. А осенью этого вдобавок планируют высадить 120 тысяч новых луковиц. Среди них будут не классические темные расцветки, которые самарцы еще не видели. Помимо обычных клумб в городе выставят мобильные вертикальные конструкции. Всего их около тысячи штук с учетом 112 новых, которые специально закупили к весне. В той же исторической части есть дефицит свободных территорий для посадки именно клумб наземных. Почему у нас и стало в последнее время очень активно внедряться мобильные вертикальные озеленения. Мобильная конструкция, она устанавливается, может, и на асфальте, и те же Кашпо вдоль уличной дорожной сети, и позволяет проводить точное оформление тех, скажем так, районов города, где невозможно сделать клумбы непосредственно уже традиционным способом. Общая площадь цветников в этом году составит более 38 тысяч квадратных метров. Клумбы начнут появляться сначала на туристических маршрутах. В первых числах мая будут украшать места проведения юбилейной российской студенческой весны. Высадят около 7 тысяч квадратных метров цветников. Специально к этому событию специалисты разработали шесть новых ландшафтных конструкций, на которых будут размещены логотипы студвесны. Это арт-объекты в виде лавочек, на которых можно будет посидеть и, конечно же, сфотографироваться. Специалисты профильного предприятия заверили – все растения адаптированы к городской среде и климату и будут долго радовать своим видом самарцев и гостей города. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре введут особый противопожарный режим с 15 апреля. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина. Жителям нельзя будет разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Запрещено сжигать мусор, траву на территории города, в том числе на территории организации, при усадебных и дачных участках. Запрещается запуск китайских фонариков и других изделий, в которых используются конструкции с открытым огнем. Предприятия России и Самарской области продолжают работать в условиях санкции и даже наращивать объемы производства. Промышленники и предприниматели ищут новые возможности, чтобы обеспечить продукции и товарами жителей не только своего, но и других регионов. Предприятия Самарской области запустили флешмоб «Мы работаем». Руководители охотно делятся своими идеями и разработками. Например, на мукомольном заводе применена технология очень бережной переработки зерна, что позволяет сохранить все полезное, что есть в муке. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо записать видео производства и выложить его в социальных сетях с хэштегами «Мы работаем». Шутки, розыгрыши, волнение, торжество и поражение. В областной столице вручили 19 премий «Самарская театральная муза». Впервые с начала пандемии зрительный зал был заполнен на 100%. Кто получил почетные статуэтки – в нашем сюжете. На борту нашего самолета мы благодарны вам, что вы воспользовались именно нашей авиакомпанией, потому что у нас самый старый авиапарк в стране. Нам 108 лет. Взлет и без падений – такова более чем вековая история Самарского союза театральных деятелей, который после снятия антиковидных ограничений при полном зале провел церемонию вручения главной губернской премии в области культуры и искусства «Самарская театральная муза». Я рада, что сегодня на площадке Самарской театральной музы мы все можем встретиться, посмотреть друг в друга в глаза. Я рада, что это мероприятие проходит офлайн, и что сняты у нас антиковидные ограничения, и наши залы снова заполнены на 100%. И, конечно же, я желаю всем коллегам и номинантам, и победителям, и тем, кто в этом году не получили свою статуэтку, творческих успехов. Потому что, пробуя, находясь в постоянном поиске и творя, они и создают то самое чудо, за которое мы так любим театр. На победу в конкурсе претендовали актеры 15 театров Самарской области. Каждый коллектив мог представить на суд жюри не более двух спектаклей, выпущенных в 2021 году. Члены жюри выезжали в театры и оценивали игру претендентов. Конкурс – это такая очень интересная вещь. Те, которые сегодня получат приз и будут признаны лучшими в Самарской области за ту или иную работу, те будут говорить, что это самый справедливый конкурс, что он никогда не проходил вот так здорово. У кого сегодня не будет вот этого самого первого места, тот будет говорить, какой-то сегодня хилый конкурс. На самом деле, это очень важно для нас, потому что нам необходимо иметь взгляд на себя со стороны. Первыми почетной премией на сцене «Дома актера» получили солисты Самарского театра оперы и балета Татьяна Ларина и Владимир Боровиков. Одну из них вручила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова. Очень, конечно, удивительно. Союз театральных деятелей в нынешних условиях адаптировался к нынешней ситуации. Безусловно, сложно. Конечно, сложно. Но СТД открывает свою авиалинию. В номинации «Лучшая мужская роль в драме» победителем стал актер Самарского театра драмы имени Горького Виктор Мирный. Ему вручили статуэтку за роль Андре в спектакле по пьесе Зеллера «Папа». Он сыграл роль человека, оказавшегося в ситуации, в которой не хотел бы оказаться никто. Человек из деменции, от которого ускользает реальность, который с каждым днем теряет себя. Несколько лет назад, по-моему, три года назад, мы возили в Тамбов спектакль «Жанна». И у меня там большой эпизод, наверное. Там сцена идет 20 минут. И вот я получил за это премию признание. Вот. Это вот как бы очередная награда. Но дороже всего для меня признание коллег. Когда после спектакля «Папа», после премьеры, заходили коллеги, именно коллеги. Известные актеры в нашем городе. И говорили спасибо за спектакль. Вот это для меня самое дорогое. Лучшей драматической актрисой стала Евгения Оржаева за роль королевы Елизаветы в спектакле Новокубышевского театра студии «Грань» Марии Стюарт. Спецпремию жюри за актерский ансамбль вручили спектаклю «Оливер Твист» театра «Самарта». Молодая актриса театра Анастасия Велемискина получила направление в творческую командировку в Москву. Если бы была возможность награждать за лучшую женскую роль не одну актрису, а вы разговариваете с актрисой, поэтому я понимаю, я представляю, как ожидают и сколько будет радости у кого-то, а у кого-то будет разочарование. Но я еще раз повторяю, что выбор этот был очень-очень сложный. У нас не было абсолютного лидера. Это действительно был выбор, и выбор непростой. Всего на сцене «Дома актера» вручили 19 премий «Самарская театральная муза». Кроме того, премию за вклад в развитие театрального искусства Самарской области «Отправление союза театральных деятелей» получил заслуженный артист России Валентин Пономарев. В свои 82 года он до сих пор на сцене, а в его трудовой книжке только одна запись – «Самарский академический театр драмы имени Горького». Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Воплощает сны в реальность. Самарский мастер Михаил Федоров о свойствах различных пород дерева знает все. И умело их использует для создания деревянных изделий. Его мастерская словно лавка волшебника. На полках соседствуют мельницы, скворечники, каждый из которых уникален, подъемные механизмы, которые в движение приводят шестеренки, избушки на курьих ножках, фонтаны и цветы. Жемчужина его коллекции – дирижабль, который приснился мастеру после просмотра фильма. Подробнее расскажет Виктория Шарая. Главное – уметь мечтать, и тогда все получится. Так же, как барон Карл Мюнгаузин, герой советской киноленты, которого сыграл Олег Янковский, самарский умелец Михаил Федоров бесстрашно воплощает в жизнь самые смелые фантазии. И теперь у него, как и у знаменитого мечтателя, тоже есть свой дирижабль. Волшебник Янковский, значит, и у него там воздушный шар красивый такой посреди комнаты в его там волшебном домике. Ну и я попробовал сделать что-то, вот мне приснилось вот такое, вот я вот такое сделал. Михаил рассказывает, чтобы воплотить идеи в жизнь, требуется немалое терпение. Древесины для создания некоторых работ годами ждет своего часа в его мастерской. Здесь вот, допустим, все детали сделаны из дуба. Дуб этот вылеживался, ну, где-то 12 лет. То есть снималось напряжение волокон там и прочее для того, чтобы это изделие сделать, чтобы оно не коробилось там и так далее. То есть у меня десятилетиями там какие-то заготовочки вылеживаются, а потом я из них там что-то делаю. Ну вот какие-то фрагменты из красного дерева используются, допустим, такие мачты здесь из красного дерева. Вот эта шлюпка, это чтобы текать отсюда можно было. Вот, спасательная. Но бежать из своей мастерской Михаил не торопится. Напротив, каждую свободную минуту проводит тут. А началась любовь к созданию деревянных изделий еще в детстве, когда шестилетний Миша сделал свой первый кораблик, чтобы запустить его в плавание по лужам. Штаны все промочил, понятно, мать меня полотенцем отклистала. Ну, из тех пор с чувством протеста против этого полотенца мокрого, значит, я делаю всякие красивые деревянные штуки. Потом Михаил замахнулся на изготовление настоящих плавсредств, а после армии создал большую яхту, на которой с друзьями отправился в плавание. Тогда интернета не было, начало 90-х годов. Провел год, наверное, в библиотеке Ленина, в бумажных носителях, изучал все, как древние мастера у нас делали там и прочее. Вообще это все сначала присниться должно. То есть это рождается какая-то идея, с ней надо переспать, потом на компьютере ее там придумать, нарисовать и прочее. Ну и потом там что-то получается. Многое, что получается по ходу. То есть когда делаю, надо не так, а так. За годы работы с деревом мастер досконально изучил его свойства и особенности. Говорит, здесь как в общении с людьми, каждому нужен свой подход. У любого древесина есть свои капризы, свои особенности и так далее. Дуб, он сложный в обработке, но он очень прочный, он шкурится очень хорошо. Он очень благодарный, благодарное дерево. То есть в него много труда вложишь, потом он всю жизнь глаз радует. У сосны там другие свои капризы, она легкая в обработке, но чтобы она эстетически приятная для глаз была, это надо хорошими лакоматонированными красками ее покрывать. Каждая деревяшка, она имеет свой характер. Даже не только от породы дерева, допустим, а от конкретно структуры волокна, от сечения, от того, как годовые кольца находятся. К примеру, эти розы можно было бы вырезать из любой древесины, но Михаил уверен, эффектнее всего они будут смотреться, если создать их из ели. Я ее из елки делаю. Хотя, может быть, какая-нибудь там липа сюда подойдет или береза, но у меня так сформировалось, что благодаря вот этой текстуре видно, что это из дерева. Если сделать из липа или березы, это малотекстурная древесина, соответственно, вот этого видно не будет и будет не совсем понятно, что это из дерева. Жена Михаила увлечение мужа полностью поддерживает и на финальном этапе даже помогает. Подклеивает детали, покрывает работы лаком и краской. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте наши новости в телеграм-канале Самара Гиз и на официальном сайте, а также в группах в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»